Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. И сегодня у меня в гостях новый министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарниц. Анна Карловна, здравствуйте! Здравствуйте! Вы как министр уже освоились, потому что мы с вами договаривались об интервью сразу после вашего назначения, но попросили время для того, чтобы освоиться. Освоились? Ну, наверное, сложно освоиться сразу в таком большом министерстве с таким большим спектром задач, но в целом, мне кажется, месяца достаточно для того, чтобы в целом ощутить себя в этой новой роли и в этой новой должности. Ваш руководитель, представитель правительства Юрий Анатольевич Лапшенко, когда мы в интервью с ним затронули тему вашего назначения, сказал, что вы очень амбициозный человек. А в чем это проявляется? Вы знаете, у меня амбициозность, она, наверное, в некотором роде специфическая. Мы, кстати, с Юрием Анатольевичем как-то дискутировали на эту тему. Дело в том, что я очень четко разделяю понятие профессионального роста и карьерного роста. И для меня важнее именно первое. Конечно, в идеале оно должно совпадать, и очень часто это совпадает. Но если все-таки выбирать и ставить какие-то приоритеты, для меня вопросы профессионального развития, они намного важнее. Поэтому я амбициозна именно в профессиональном плане. Мне очень нравится постоянно развиваться, работать над собой, расти. Я очень люблю учиться. Я, в принципе, всегда учусь и продолжаю учиться. И сейчас тоже учусь. И сейчас? Будучи министром учусь? Да, я думаю, что буду учиться я всегда, постоянно. Сейчас такое время, когда без этого, мне кажется, ты просто не можешь. А как вы время находите? Вы где его берете? У меня был один из новых министров, тоже назначенный. Я у него спросил, у вас что-то изменилось со временем, со всем остальным? Говорит, вы знаете, у меня свободный график работы. Хочу прийти в 6 утра на работу, прихожу. Хочу уйти в час ночи, ухожу. Ну, я понимаю, так же. Я не скажу, что у меня что-то сильно изменилось с назначением на должность министра. Я и до этого всегда работала очень много. Я в некотором роде трудоголик. Я этим не горжусь, я считаю, что это не самое лучшее качество на самом деле. Но я всегда работала очень много и на работе проводила практически все свое время. Поэтому сейчас, ну, это вопрос расстановки приоритетов, времени всегда не хватает. И просто приходится чем-то жертвовать. А чем жертвуете? Ну, наверное, каким-то свободным временем, личным временем. Вот скорее вот в этой... Нет, понятно, что свободным временем, но в свободном времени чем жертвуете? Что вы любите делать в свободное время? В свободное время я люблю, конечно, встречаться с друзьями. Сейчас это получается очень редко. И... Ну, зато, с другой стороны, эти встречи, они теперь приобретают какую-то особую окраску, особую специфику. Когда вашу конец только предложили на пост министра, вот только ленивый не написал в соцсетях негативные отзывы. Ну, в основном обсуждали то, что вы женщина, и обсуждали ваш возраст. То, что вы настолько молоды, что вы главе Министерства экономики как. Вот вы читали же все это или нет? Что-то до меня доходило. Я сознательно не мониторила, естественно, ни соцсети, ни интернет. У меня времени на это не было. Как вы к этому отнеслись? Что вы чувствовали в тот момент? Ну, мне, наверное, было очень непривычно, потому что я до этого публичной должности не занимала. Поэтому для меня просто сам факт того, что меня обсуждают, и обсуждают люди, которые меня не знают, обсуждают, опираясь в первую очередь на какое-то субъективное представление. Понятно же, что в этот момент у людей просто не было никакой информации обо мне для того, чтобы сделать какие-то объективные выводы о том, что я из себя представляю. Было обидно? Обидно нет, наверное, потому что все-таки... Мне обидно, когда во мне говорят люди, которые имеют возможность действительно оценить мою работу, мою деятельность и меня как личность. Обидно, если человек, объективно пытаясь тебя оценить, делает какие-то негативные выводы о тебе. А здесь еще раз говорю, я прекрасно понимаю, что в большинстве случаев люди, которые какую-то оценку мне давали, они меня не знали. И это, кстати, касается и, допустим, депутатов Законодательного собрания, потому что многие депутаты, кого я заинтересовала, кто захотел со мной пообщаться, захотел со мной познакомиться, они изменили мнение обо мне. И со многими мы сейчас очень хорошо общаемся, но совместные проекты, совместные темы. Те, кто не захотел этого сделать, ну, они так и остались вот в поле своего неведения. Поэтому я не могу сказать, что мне было обидно, мне было именно непривычно, мне было немножко некомфортно, ну, это был, наверное, первый месяц. Но в целом, мне кажется, когда ты соглашаешься на такие должности, ты понимаешь, на что ты идешь, и понимаешь, что негатив он будет, невозможно всем нравиться. И принимая какие-то решения, а на этой должности придется принимать какие-то решения, очень серьезные мне, ты должен быть готовым к том числе и критике со стороны других людей. Ну, давайте скажем честно, что большинство чиновников – это люди, которые не любят высовываться. Потому что как только ты высунулся, ты получил по голове. Или ты начинаешь что-то отвечать, сам предложил, сам отвечаешь, да? А в этом отношении вы осторожный человек? Или все-таки иногда готовы рискнуть, даже, может быть, своей должностью, чем-то еще для того, чтобы отстоять какую-то правду? Наверное, я более рисковый человек. Я не могу сказать, что я осторожный человек. Я умею принимать решения и умею брать на себя ответственность за эти решения. Мне кажется, вот это понятие ответственности – это вообще ключевое понятие в управлении. И для меня управленец – это в первую очередь человек, который эту ответственность на себя берет. И понимает последствия принимаемых решений, и понимает, что это может коснуться его лично и его карьеры, ну и, соответственно, осознает, на какие риски он идет для себя. Я, наверное, в большей степени готова на эти риски идти. Иначе мне просто неинтересно. Вы не держитесь за кресло? Ну, я это кресло заняла месяц назад. Наверное, еще не успела к нему так привыкнуть. Давайте вы меня через год спросите. Я скажу, насколько оно мне удобно, насколько мне в нем хорошо, и насколько я за него держусь. Я запомню. Я через год вас об этом спрошу. Я это обязательно запомню. Незаменимые люди есть или незаменимых не бывает для вас? На самом деле, интересный вопрос. Я, наверное, несколько лет назад еще на заре своей карьеры, скажем так, об этом много думала. И для себя, наверное, ответила следующим образом. Незаменимых людей, как мне кажется, нет. И в первую очередь нужно объяснить это самому себе. Очень многие люди, особенно люди, которые довольно-таки успешны в своей профессиональной деятельности, они немножко попадают в эту ловушку, считая, что они на данном месте, на данной позиции незаменимы. Мне кажется, что любого человека при желании можно заменить. Но другое дело, что, конечно, руководитель, любой руководитель, он себе формирует команду и держится за тех людей, которые для него являются неким оплотом его дальнейшего развития, реализации каких-то его проектов. Поэтому формирование команды, работа с людьми – это вещь очень важная. Развивать людей, держаться за них нужно. Я всегда в этом плане давала приоритет именно развитию тех людей, которые меня окружают, тех людей, которые формируют мою команду. Мне кажется, это очень важно, когда не только ты развиваешься, но и люди, которые тебя окружают, тоже растут вместе с тобой. Но вот сказать, что прям все... Есть какие-то люди, которые являются незаменимыми, я не могу. Но вы готовы выслушивать от подчиненных критику в свой адрес, притом в лицо? Да, ну, знаете, я всегда говорила своим подчиненным следующее. У вас всегда есть возможность изменить мое мнение. Но если вам это не удалось делать, то вы либо не очень хорошо подготовились, либо просто ваша позиция не настолько сильна, чтобы конкурировать с моим мнением. Я задаю очень много уточняющих вопросов. В этом плане со мной, наверное, тяжело дискутировать моим подчиненным. Но если человек подготовился, у него всегда есть шанс мое мнение поменять. И такие прецеденты у меня бывали. Это первый момент. Второй момент — ответственность за те решения, которые я принимаю, несу все-таки я. Поэтому все равно последнее слово всегда, ну, скорее всего, будет за мной. Чего вы не терпите в работе? Я не терплю в работе халтуры. Вот то, что меня раздражает больше всего, у меня есть девиз, мой профессиональный, те, кто со мной работали, его знают. Если я что-то делаю, я делаю это либо хорошо, либо очень хорошо. Вы перфекционист? Я не могу назвать себя перфекционистом. Я к этому стремлюсь однозначно. Я могу иногда идти на компромисс. А зачем? Я могу иногда идти на компромисс. Вы знаете, перфекционисты, они очень сильно страдают от этого. Да. Я в этом плане тоже довольно-таки, наверное, несчастный человек, потому что я очень самокритична и очень требовательна к себе и к окружающим людям. В этом плане где-то, наверное, со мной тяжело работать, хотя мне кажется, что я могу быть очень лояльной. Но то, что мне с собой тяжело, это точно, потому что я практически никогда не была удовлетворена тем, что я делаю. То есть вы дома себя догрызаете, после работы есть ли что-то, и пошло не так? Я не догрызаю. Я очень люблю и умею делать работу над ошибками. Мне кажется, это очень важное качество, потому что ошибок не совершают только люди, которые ничего не делают, но очень важно проводить эту работу над ошибками, очень важно анализировать, чтобы в будущем таких ошибок не допускать. Все-таки хочу вернуться к свободному времени. Я понимаю, что вы сказали, что у вас его практически нет, но есть же какие-то хобби, есть то, что вам очень нравится делать, не только встречаться с друзьями, а что-то делать для себя? Я хожу в спортзал. Я не могу сказать, что я много читаю художественную литературу. Это, кстати, наверное, одна из тех вещей, от которой мне действительно пришлось отказаться. Я недавно поняла, что я очень мало в последнее время читаю художественную литературу. А у меня подруги-филологи, и каждый раз, когда мы встречаемся, они меня очень сильно стыдят, они обсуждают какой-нибудь последний роман Водолазкина. А я понимаю, что я год назад прочитала где-то в командировке авиатора, и, собственно, на этом успокоилась. Ну, я много читаю специальной, наверное, литературы, посвященной уже моей деятельности, что-то, что меня сейчас интересует. Я люблю музыку. Я последние несколько лет немножко увлеклась классической музыкой, при том, что у меня нет ни слуха, ни голоса, хотя я училась в музыкальной школе каким-то чудом. На что? На чем играете? Я играла на аккордеоне и проучилась там пять лет. Вообще непонятно, каким образом. Мне учительница по сольфеджио постоянно говорила, что я уникальный случай, мне медведь наступил на оба уха. Но я как-то там училась. И вот, видимо, это заложило, это было совсем в юном возрасте, я совсем маленькая была, это заложило какие-то основы будущей симпатии классики, потому что уже в таком более сознательном возрасте, после университета, я как-то стала любить классическую музыку. Еще раз говорю, вообще в ней ничего не понимаю, но с упорством хожу на концерты, филармонию, слушаю наш симфонический оркестр, мне очень нравится. И постоянно как-то пытаюсь хотя бы найти время, чтобы вот к этому приобщиться. Люблю балет. Последнее время стало немножко больше интересоваться оперой, то есть чаще ходить на какие-то оперы. Ну, то есть у меня такие консервативные, наверное, в этом плане очень вкусы, я не очень, наверное, прогрессивная. Вот так. Мне кажется, что наоборот, сейчас любить оперу – это прогрессивно. Может быть. Ну, кстати, у нас, мне кажется, это пользуется большой популярностью. Вот я сколько бываю на концертах, всегда полные залы и очень много, причем много и молодежи, что меня удивляет. То есть это действительно становится популярным, это очень радует. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время прийти к нам в студию, за то, что вы дали свои… Это ваше первое большое интервью. Я уверен, что мы будем встречаться в этой студии неоднократно и будем обсуждать уже не только как бы личные вопросы, а даже больше экономические. Я хочу пожелать вам удачи на этом посту. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях была Анна Гарниц, новый министр экономики регионального развития Красноярского края. Пожелаем ей искренней удачи. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Крылиева Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...